Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Встречаю с девушкой полгода. Полгода срок такой довольно внушительный для, скажем так, встречания, да? Вот, значит, здесь очень важно увидеть следующее. Что между вами общего? Между вами, девушки, что вас объединяет и на каких основаниях, на каком фундаменте вы выстраиваете с девушкой отношения. То есть это отношения какого типа? Это отношения типа мужчины и женщины, когда взаимодействуют только гендерные, ну гендерные стороны людей. Это отношения дружеские, когда люди взаимодействуют как друзья. И это отношения партнеров, когда у людей есть какая-то общая цель. Ну, например, общий интерес и так далее. Вот. Которыми они занимаются вместе. Их связывает именно деятельность. Потому как всё то, что вы озвучиваете дальше, на мой взгляд, прямо вытекает из этого. Вот какая, какой фундамент взаимодействия, так это, в принципе, будет работать. Недавно произошла ситуация, при которой вдруг назвал мою девушку любительницей денег, что она со мной за денег, машиной, по сути назвал её девушкой лёгкого поведения. Да? То есть, это ситуация вне всякого сомнения является неприятной, конечно. Вот. Но. Но. В первую очередь, эта история, на мой взгляд, бросает вызов вам. То есть, насколько вы уверены в себе, в своём, скажем так, отношении к девушке. Да? Вот. Насколько вы, как-то вот, в этом смысле, ну, себе доверяете? Скажем так. Потому что, да, могут, естественно, могут люди говорить, ну, говорить что-то про, ну, про людей, да, с которыми вы взаимодействуете как-то. Вот. Само собой, это может происходить, это, ну, это происходит. А вам нужно с этим как-то встречаться. Вот, вот. Вот. Как вы отреагировали на то, что её друг такое про него сказал? Вот. Именно, именно, именно вы, именно вы как отреагировали на это. То есть, встретили, встретили ли вы его, ну, его слова, да, встретили ли вы его, ну, какую-то такую вот позицию? С тревогой, например. Встретили ли вы такую позицию его с интересом? Встретили ли вы такую его позицию с злостью? Встретили ли вы? Встретили ли вы такую его позицию с согласием каким-то вот, ну, своим? То есть, это вот всё очень, очень важно. Потому что, если этому не уделять внимание, то есть, если не уделять внимание вот тому, как вы на это реагируете, например, то, на мой взгляд, и возникают такие истории, когда вам хочется узнать у других людей. вот, ну, в частности, вот у нас, например, хочется узнать, как себя вести, да? То есть, как поступать, вот, что делать и так далее. То есть, это вообще нормально, когда человек, как раз, вот, к себе, вот, ну, так вот, не сказать, чтобы особо внимательно. Вот. К, ну, к сожалению. Вот. Поэтому я вам в данном случае и задаю эти вопросы, вот, потому что мне они представляются такими довольно важными, не, они представляются такими довольно серьезными, вот. И мне эти вопросы кажутся теми, которые могут прояснить для вас какие-то моменты, вот, который сейчас, кажется вам, ну, непонятным. Дальше. После этого они перестали общаться, он каждый день просил прощения, а друг, друг, два, не девочки, а ваш, ваш друг, получается. Вот, он каждый день просил ее прощения, она его просила, ну, почему друг так настойчиво просит прощения у вашей девочки, на мой взгляд, стоило бы задуматься, да, то есть не слишком ли вашего друга волнует ваша девушка. Ну, сказал, сказал, он имеет право на своё мнение, вот. Почему они, ну, почему они должны общаться, обязательно, вот. Я имею в виду ваш друг и девочка, вот. Ну, для меня как-то тоже не совсем очевидно, ведь, опять же, девушка-то ваша, вот. Девушка ваша, не друга, как бы вот для чего, какая в этом такая необходимость. Понимаете, да, то есть как-то вот больше здесь вопросов пока что, чем ответов. Вот. Дальше. Сегодня она, она его простила. Сегодня она, не уведомив меня, пошла ночевать с подругой ещё одним другом, двое парней, двое девчонок. До этого говорилось, что они собираются снять квартиру и пойти ночевать, на что я до ладки алсамана хотел идти на ночёвку. Ну, что я могу сказать, здесь с вашей стороны идёт контроль, как бы это сказать, именно гендерная позиция, на мой взгляд, то есть вы как мужчина что-то ей запрещаете и так далее, вот. Ну, естественно, это, ну, естественно, на мой взгляд, на мой взгляд, это не есть хорошо, вот. Потому что, по моему опыту, чисто гендерные отношения, они у человека, я бы сказал, ну, несколько ограничивают. Они ограничивают чисто гендерные отношения, вот, ограничивают в проявлениях своих. Вот, тут вы выступаете как родитель, на мой взгляд, по отношению к своей девушке. А, поскольку вы не родитель для неё, то она, естественно, уходит в протест. Вот, если бы она и с родителями уходила бы в протест, а с вами тем более. То есть, вот, какой такой момент. Вам бы здесь, на мой взгляд, имело бы смысл, да, подумать о том, как вообще дошло до такого, что вы что-то запрещаете девушке, вот, что-то разрешаете ей и так далее. Как дошло до такого? Ведь, если девушка делает что-то, что вам кажется неприемлемым, то ей можно сказать о своём отношении, да, но вот запрещать что-то это, на мой взгляд, явное нарушение личных границ человека и, что самое главное, это история про такое довольно деструктивное, на мой взгляд, выражение своих чувств. То есть, может быть, чувство легче выразить так, через отказ, через, ну, через запрет, но отлично означает, что это как-либо для вас полезно, вот, отлично означает это того факта, что как-то вы делаете себе услугу тем, что так себя ведёт с ней. Вот. Поэтому я бы вот, наверное, наверное, на это бы обратил ваше внимание здесь. и, наверное, бы как-то вот немножечко повнимательнее бы был бы к себе в этом смысле. то есть, какую я свою проблему пытаюсь решить таким образом, да, таким способом, вот, как, что за проблему я пытаюсь решить. Это вот было бы, на мой взгляд, куда более ценно, куда более важно, чем то, что вы делаете сейчас. Ну, ну, на мой взгляд, на мой взгляд так, на мой взгляд так, я не претендую в данном, в данном случае на истину какую-то. Вот. Ну, сто процентов, по крайней мере, не претендую. А дальше, как вы думаете, как вы думаете по поводу этой ситуации? Никак не думаем, как лучше поступить, как лучше поступить, чтобы что? Вы спрашиваете, что делать, опять же тот же вопрос, тот же вопрос, что делать, чтобы что? То есть, какая цель? Вот. А если заставить, значит, девушку, там, действовать, вот, в, ну, в русле, в русле того, что хотите вы, например, то никак и ничего, потому что это все обречено на провал. Вот. То есть, ну, давайте цель, давайте цель. Что делать, чтобы что? Давайте цель. Будет цель, будет, как бы, уже какая-то обратная связь. Вот. Ревно как и то, какую свою личную проблему вы пытаетесь решить в этой ситуации. Вот. Какая именно, какую именно свою проблему вы пытаетесь решить. Вот. И вот, когда это будет понятно, плюс-минус, вот, какую свою проблему вы пытаетесь решить, тогда уже можно будет о чем-то говорить. Более, так скажем, ну, более предметно. Вот. Сейчас, сейчас, на данный момент, это, вот, что называется, максимально неопределенно. На этом все, я надеюсь, что мой ответ был вам интересен. Буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу, позволит вам сформулировать базовые постулаты для психотерапии. То есть, позволит вам сформулировать какие-то базовые вещи для психотерапии и сформулировать основные направления того, в каком векторе вы хотите и хотите ли вообще их решать. Вот. Вот. Ну, потому что, совершенно очевидно, да, что вы можете не хотеть решать эти проблемы, и в таком случае вы просто даете такой вот, такой вот, ну, такой вот, получается, правный вопрос, да, и некоторый не прополагает. Какой-то дальнейший работа. Вот. Хотя работа, она здесь нужна, потому что вы, на мой взгляд, выстраиваете отношения деструктивно. Вот. В данном случае, именно тем, что пытаетесь, так скажем, человека контролировать. Вот. Я знаю, что из этого, из стремления к контролю никогда ничего хорошего не получается. У человека это вызывает только обторжение, у человека это вызывает только какое-то сопротивление. Вот. Я знаю, что человек относится к этому, ну, как правило, да, довольно-таки, довольно-таки негативно. Вот. И в целом, в целом, в принципе, я бы сказал, что подобный-подобный подход, он не одни отношения, по сути, разруш. Вот. И, соответственно, я не просто так спрашивал вас о том, на каких основаниях вы устраиваете свои отношения с девушкой. Вот. Я не просто так спрашивал о том, что между вами ушло, потому что то, что вы делаете, ну, вот, ну, в отношениях, стал, стал возможным именно благодаря тому, на каких основаниях вы устраиваете взаимоотношения с человеком. Вот. Вот. Как-то так, как-то так, я думаю, можно вам ответить. Я вам желаю всего самого доброго. Обращайтесь за помощью, вам она пригодится. Вы молодец, что решили озвучить эту проблему. Спасибо. Продолжение следует...